Санкт-Петербург 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 есть конечно в канаде вообще-то считается уровень жизни выше чем в штатах по всем по всем статистикам мало проявляет активность на международной арене да нет просто малая активность проявляет на международной поэтому не слышно ну чего проявлять так более-менее а о чем вы с украиной вот вы сказали у вас постоянно на политику самое сбивается кстати говоря как вы как вы думаете от попросу по поводу каналов спросили кто был главный бенефицар закрыть этих каналов кто запад это инициировал да или разрешил зеленского почему канал это закрыли потому что вот эта партия его опозже стала реальным конкурентом партии зеленского когда она не была конкурентом канала не закрывали но дело в том что в украине 2 2 было оппозиционных силы этого позже и оппозиционный блок и вот россия к сожалению слишком явно и брутально поддерживала позже а оппозиционный блок блок это мураев вилкин слышали таких они они вообще-то более пророссийские но почему-то россия поставила не на них а поставила вот на бойко с это с медведчуком но говорят потому что медведчук куму путина но это но рабинович это единственный там такой вот он пророссийский в этой тройке можно сказать а в оппозиционном блоке больше пророссийского они больше борются за права русского языка например хотя бы ну я слежу на ну все мы выходцы из бывшего советского союза кто старше 91 года рождения понятно ну совершенно верно но видите у вас другие условия вы живете понятно а я-то продолжаю здесь но чуть-чуть по другому чувствуете а вы смотря западный телевизор видите еще сохранили понимание окружающей действительности ну я и разные телевидения смотрю и российские можно смотреть и украинские западные но даже без интернета вот бабки которые которым за 80 они не имеют интернетом пользоваться не ставят каналы прямо российские чтоб в телевизоре были включаешь и вот пожалуйста но это дороже это дорого стоит посадить с интернетом но они чтоб не заморачиваться там включил раскопку нажал вот я там канал какой нибудь российский там или какой еще какой нибудь я уже помоложе у меня телевизора есть но в камере зрения не попишут все телевизоры на интернете работают и на оброзе но сейчас сейчас модно интернет телевидение адаптировано уже под простое это дешевле фирме предлагают там 200 300 каналов прямо включаешь как телевизор и он вроде как от от интернета берет они они от антенна не они от кабеля но вот так идет но я вижу в это вы такой человек позитивный подписывайтесь на мойка эти с вами обсудим как вы думаете раз уже вы сказали фразу выход с ссср каковы причины распада ссср экономическая да ну да да это экономическая компонента распада а юридическая компонента то что создатели ссср ленин и троцкий двадцать втором году заранее заложили мину сделав республиканское деление да еще с неадекватными границами да еще с правом выхода республик это все я ну конечно понятно было бы экономика нормальная то бы держалась ну да да ну а с другой а с другой стороны не было бы тех пороков госустройства которые я перечислил то даже при плохой экономике государство могло мне не рассыпаться и а если просыпалась то хотя бы более адекватно чем тупо по ленинско-сталинским границам вот в чем вопрос потому что потому что я да потому что все же были годы и по уровню жизни намного более худшие чем восьмидесятые чем даже конец восьмидесятых когда вот конец сороковых двадцатый год но это раз это разные двадцатые на этом числе поднялось сельское хозяйство потому что я знаю да это было конечно ошибка насильственная коллективизация это ошибка да ну да 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 но это не в связи с кончиной ленин уже фактически здесь двадцать третьем не управлял ну да без умолением но все равно пожил бы побольше может быть это и развилось да это дал то в принципе толчок большой ну я вам скажу я вам скажу я я вам скажу пожил бы побольше он бы стал бы тем чем стал троцкий врагом народа сталин у нас сталин бы его просто съел мы не знаем но он уже про наличие не менее на выбился то есть она сумела догнать по влиянию троцкого уже 24 года они были равны хотя еще двадцать третьем двадцать втором троцкий был процент выше сталина в двадцать первом наравне с лениным был так что вот так но может быть его постигла бы судьба кирова убили бы в коридор очки тихо и похоронились по частям может быть и так ну тут ну вот видите историю не любят славянь нас на плане как произошло так и произошло ну просто это наша история я с уважением к этому отношусь и Иосиф Владиславович знаю его и перегибы конечно сколько он погубил народу но нет ну понятно но ну сталин по сталин по сравнению с лениным был государственником ленину 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 же и страна была не нужна и народ он был одержим идеей мировой революции как и троцкий то есть то есть более более многогранен он философ еще был вот философ вот философию у него большие заслуги то есть он в эпоху теории резерфорда сумел предсказать то что вы знаменитая его фраза в работе материализма эмпирио кратицизм знаменитая его фраза что электрон также не исчерпаем как и атом то то есть в эпоху господство теории атомной теории резерфорда это был действительно прорыв философский он че он не будучи технически не будучи физиком предсказал это чисто диалектический оказалось это правдой вот так и что еще раз подтверждает его величие а как вы относитесь к тому что на могиле Сталина цвятили я сам неоднократно бывал сам видел нормально отношусь мне нравится такой вопрос что-то задают я не знаю с чем он связан ну куда на любой на на могиле любого человека должны лежать цветы по крайней мере родственники приносят сталина приносит еще сталина естественно приносит еще поклонники и партия там ппрф там и вторая партия есть в россии коммунисты россии если вы знаете что в разных стены похоронены конечно важнее ну знаю почему то его могилу Сталина составила много цветов ну поклонников больше у Сталина вот сейчас поэтому больше цветов было поклонников больше там у того же Кирова были по Кирову больше цветов ну к примеру да или там у Вышинского того же ну Сталин понятно что он выше фигура просто должность выше занимал и длительное время в стране поэтому люди которые предки которых бенефициары этого времени да они естественно с уважением относятся любому даже самому не политическому действию в общем то нормально относится когда цветы да ну обычай такой знак уважения к покойному да 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 но хорошо все канал запомнили да но все заходите заходите всех благ как себя увидите в 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 Курганская область. А, понятно. Может, вопросы у вас интересные есть какие? Вопросы? Вопросы. Есть, есть, есть. Давайте. Посмотрите, вот есть люди западного Украины, есть люди, которые будут в Украине в центральных областях, восточных, южных. Ну, есть, есть, это банально, да, да. Вопросы. Это ближе к телу. И вот националисты, в конце, те, не те, кто живет на западной Украине, а именно восточных областях. С каких? В центральные, северные, северные, восточные, восточные, в Украине. Да нет, это в рулетке просто, они более активны. А если в реале, их мало. А в рулетке они активны, потому что им нужно защищаться, они считают, что одна из форм защиты, это борьба в рулетке. Демонстрация того, что они якобы есть. Они есть, конечно, то, что их якобы много в тех областях, которых вы перечислили. Ну, может, это особо, что я не утверждаю, не берусь это, но так как я в свое время много общался и поздно с ребятами западной части Украины, но они не такие. Так вы выкладываете свои ролики или нет? Ну, я понял. Нет, ну просто вы под запись у меня идете, имейте в виду. Я, возможно, ролик с вами выложу. У вас антураж красивый, вернее, характерный такой. Ну, флаг СССР висит, то да сё. Ну, да. Понятно. А как вы думаете... А вы, наверное, откуда? Я буду город Торонто, слышали? А, Канада. Да. А как вы думаете, каковы причины распада СССР? Смотрю, опять же, мое мнение. Ну, у вас есть мнение свое? Конечно, есть. Ну, давайте. Просто власти, власти, то есть, все люди непрофессиональные. Так. Смотрите, как раньше, в портах, когда я был в ТПСС, вот такие вот, как Миша, в Руссёк, обычно, на каждом партсобрании столкли, вводят ступу. Ну, да. Ну, я понял вас. То есть, вы считаете, что для развала одной из сверхдержав достаточно было того, чтобы к власти пришли люди непрофессиональные. А как же защита от дурака? Ее, получается, не было? Конечно, не было. Не было. А почему ее не было? Я вам поясню. Вот интересно. А я вам скажу, я вам скажу, но в свое время был постановление закрытое, что люди, которые работают в ЦК и прочих, за их следку отменили. Ну, не в этом дело. Дело в том, что... В этом в этом. Ну, я понял вашу мысль. Я вам поясню свою мысль. Дело в том, что СССР развал... Это все лишь повод. Приход власти, как говорится, некомпетентных людей, это лишь слабое звено, которое сыграло в итоге. А слабое звено в державе не должно играть. Дело в том, что в СССР имел системные пороки у госустройства, которые заложили в него основатели Ленин и Троцкий в момент основания 30 декабря 1922 года. А именно республиканское деление с правом выхода республик из СССР. Вот это был первый гроб, первый гвоздь, вернее, в гроб СССР, когда дали право выхода республикам конституционные. Вы согласны? или нет? Ну, в этом плане я с вами согласен у меня насчет этого другая версия. Давайте вашу версию. Вот этот звал с СССР начался с марта 1953 года, когда пришел к власти товарищ Хрущев. А-а. Так вы считаете, что... То есть, то есть, первым делом он отменил расчет? Вы считаете, что товарищ... Я понял. Вы считаете, что товарищ Хрущев пришел к власти 5 марта 1953 года? Ну да. Но вы ошибаетесь. Вы не очень хорошо знаете историю СССР. Вот это... Я вам поясню. 5 марта 1953 года к власти пришел в общем-то по фактическому завещанию Сталина Георгий Максимилианович Маленков. А Хрущев у него перехватил власть только через год с небольшим, через месяц в 14. К концу... К концу 54 года. Хрущев убрал бездал между расчеты между предприятиями. То есть началась создаваться теневая экономика. Артели, в которых работала жизнь Маленкова тоже прикрыли. Да, да. Это да. Теневая экономика, которая потом росла с верхушкой партийной. Вот вы правы. То есть при Сталине оставались элементы НЭПа, которые не были уничтожены в качестве мелких кооперативов и артелей. А Хрущев их уничтожил зачем-то. Маленков их поддержал когда год был при власти. А Хрущев, когда его вытеснил, он их начинает уничтожать. Они все уж в тени. Они не могли так исчезать, потому что была потребность в пуговицах, которые они изготовляли и которые мало производила промышленность такая вот государственная. Все пуговицы в основном делались артелями. Если вы в курсе. Да. Понятно. Ну хорошо, я вас понял. Если хотите, заходите на мой канал, если будете заходить. Ну вот, заходите, смотрите ролики. Если захотите спрашивать. Ладно, жду вас на канале. Всех благ. И вам всего хорошего. Ассосинка, он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Мы не слушаем. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает. Томбасия прошла? Ну, в соединенных штатах я запомнил. В соединенных штатах федерализации? Генерации. Генерации. в соединенных штатах федерации я слышал. Да. Да? А как называется? В соединенные штата федерации. Это федерация? Да. Вот. В соединенных штатах федерации. Но поведом всегда писат мудрость. И снится нам не только на своем а снега ледяная синяя а снится нам права 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 силеная силеная права права сучья семян выведем за родную Россию как усилий их рассеют тяжела будет исповедь в аркафрусский групп мы сделаем украинским украинским очень ум пытаясь да да в украине кто 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 не не надо испытывать наше терпение на любой выход у нас есть достойный ответ вплоть до самых крайних мер и я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми сновидами от Хайкова до Гиева 480 км а до границы с Россией 40 вставай страна огромная вставай на смертный бой темношистской силой неумною вставай чумой но ты мне улица родная и мне погода дорога угл metadata игрока игрок